Привет, ребятушки! Добро пожаловать! Мы давно с вами не виделись, не слышались. Надеюсь, что у вас всё хорошо. У меня тоже дела неплохо. Хоть мы и сидимся с вами на карантине, у нас самоизоляция, но пришло время посмотреть очередной интересный геймерский девайс. Чего всё время гарнитуры да гарнитур? Давайте глянем на клавиатуру. Практически в рифму уже начинаю разговаривать. Это Corsair. Это K63. Это Mechanical Keyboard. А дальше там уже не на нашем языке. Значит, чем она интересна и примечательна? Первое, что хочу сказать о сэмпл, который мне прислали, у нас не имеет русской раскладки. Но по ссылочке в описании, если вы захотите купить эту клавиатуру, там, естественно, будет русский язык. Всё будет понятно, всё будет ясно. Ну, сэмплы бывают, вот так вот попадаются. Главное, что клавиатура ничем отличаться от версии та, что в магазинах, не будет. Здесь у нас Cherry MX Red. Собственно, о чём мы и видим на коробке, что нам пишут, уишь, быстрые, линейные и, по идее, должны быть тихие. Сейчас будем смотреть. Клавиатура у нас, между прочим, давно не была. Она маленькая. Видно, что здесь нету нам блока циферного. То есть она будет занимать очень мало места на столе. Я давно хотел перейти на такой формат клавиатуры. Это, в принципе, удобно. Хотя я по старинке тоже люблю обычные, такие, знаешь, бандурины. Ладно. Давай смотреть. Тяжёлая, увесистая. И надеюсь, что проблем с открытием не будет. Фух. Так, для этого дела мне придётся её перевернуть. Давай посмотрим. Каши с 10. Три. Так, открываем. Опа! Наконец-то поработали над запахом. Я каждый раз, в каждом обзоре буду говорить, потому что это важно. Знаешь, бывает, что ты открываешь, и запах просто невероятный. И отбивает любое желание пользоваться девайсом после этого, пока его не проветришь. Нас встречает буклетик о том, что эта клавиатура механическая. Естественно, гарантии и прочее полезная и не очень вещь. Так. Слушай, она снова красная. Ребята знали, что надо присылать. Красный действительно с чёрным сочетается очень неплохо. Так. Смотри, мы достаем её. Надо делать это предельно осторожно. Теперь я, кстати, начинаю понимать, почему она такая увесистая. Провод, кстати, без оплётки. Первое, что бросается в глаза. Массивный, большой. Но оплётки, как видишь, здесь, увы, нет. Поэтому с проводом надо осторожно обращаться. Так. Убираем весь этот полиэтилен. О, так она, смотри, какая топча плаща, а. Ты посмотри, какая лялечка. Мы её обязательно подключим. Посмотрим, как там приложение IQ работает. Что можно с ним делать. Какие есть подсветки. А, вот это надо убрать, да. Вот это надо убрать. Давай их-то попробуем сделать. Это не так-то просто одной рукой. А, зараза. Во, пошло. Оп. Самое приятное, это всегда убирать все эти плёнки. Что у нас по толщине? Давай посмотрим. Вариант не низкопрофильный. То есть, видно, что есть у Corsair Low Profile. Я показывал K70 MK2. У меня как раз она, как основная клавиатура, я ей пользуюсь. Там низкопрофильный у нас стоит кейкап. Поэтому очень довольно-таки удобный. Послушаем, как она у нас в плане шума. Блин, я уже даже не знаю, с чего начать. Мне она нравится. Ты знаешь, очень даже неплохо. Я предлагаю посмотреть, как у нас сделаны ножки. То есть, можно выбрать только одно положение, к сожалению. Бывают варианты, когда можно выбирать несколько уровней наклона. Но я думаю, что должно быть нормально. Итак, смотри, вот мы положили. Я бы не сказал, что она прям безумно тихая. Но нету вот этого, знаешь, противного такого звона. Особенно этим любят страдать пробел. И этим любят страдать двухэтажный Enter. Сейчас попробую подключить клавиатуру. И мы посмотрим, как она будет светиться. Здесь основной цвет красный. То есть, это не RGB-версия, как я уже говорил. Давайте просто подключим клавиатуру и посмотрим, как она работает в действии. О, красота! Камера, скорее всего, не передаст, насколько насыщенный красный цвет подсветки здесь. Блин, мне нравится. Просто я записываю сейчас как бы день на улице. Если вы включите это дело все ночью, за рабочим столом будет действительно приятный такой красный насыщенный перелив. Что у нас здесь есть еще интересного? Из кнопок у нас можно отключать, включать подсветку. Можно залочить кнопки Windows. Ну, например, чтобы во время катки, если там ожесточенный бой, чтобы случайно пальцами задеть и, собственно, не вылететь на рабочий стол винды. Также у нас есть регулировка громкости. Попробую сейчас покажу поближе. Чтобы было видно, можно регулировать громкость, делать тише, делать громче. Удобно во время просмотра фильмов или прослушивания музыки. Также у нас есть кнопки остановки, прокрутки, кнопка стоп и переключить следующий трек. Все у нас выведено над рядом с F-клавишами. Вот, это мне уже нравится. Мы подключили фирменное приложение iCube, мы подключили K63, и сразу нас приветствует возможность настройки подсветки. То есть можно сделать различные режимы, как оно будет переливаться. Но давай по порядку. Давай все сделаем постепенно. Первая вкладка действия. А здесь можно заменить различные кнопки, значения, то есть под себя все это настроить, чтобы было удобно. Есть библиотека действий, где можно это хранить, смотреть и настраивать. Дальше у нас идет подсветка, самая интересная из возможностей. Здесь есть визор, дождь, волна, пульс. Все это дело можно, опять же, посмотреть. Цвет, к сожалению, красный. А в данной модели он только красный, то есть никакой другой выбрать нельзя. Но можно выбирать вот различные пользовательские варианты свечения. Пульсация, например. Можно выбрать забиндить, чтобы оно было ярко или как-то оно конкретно переливалось. А возможности, в принципе, много разных. Давай выберем вот дождь. Или все-таки, наверное, подсветка печати, когда мы нажимаем определенные клавиши. Вот, оп, и оно расходится вот таким вот образом. Сделано довольно интересно. Можно выбрать ползунок, подсветка, печати, клавиши. Выбираем скорость, плотность. Настраиваем, кастомизируем под себя. Ну и последний пункт, который здесь есть, называется конфигурация. Здесь можно выбрать различные. Вот игнорировать, например, Alt плюс Tab. Игнорировать Alt F4, чтобы там, если где-то в игре используется такая комбинация, чтобы оно никак у нас не заказывалось плохо на геймплее. Игнорировать WinKey. То есть можно включить, выключить эту опцию. Цвета индикации можно настроить. И цвета индикации яркости. Опять же, напоминаю, что у нас сугубо только красный цвет. Но зато какой насыщенный. Ну что, друзья мои, пришло время подвести итоги данного видео. Клавиатура интересная. Мне понравилось. Довольно тихо. Я бы не сказал, что это прям очень громко. Но это где-то в среднем, можно сказать, диапазоне. То есть соседей раздражать не будете. И если кто-то находится в комнате вместе с вами, то, я думаю, вряд ли будут вас ругать. Это не блю свечи. Здесь нет ясного щелчка. Нет такого тактильного отклика. Поэтому, в принципе, все нормально. Есть кнопки, как я и показывал, для того, чтобы приглушить звук. Можно выключать, включать. И настраивать, кстати, яркость. Клавиатура. То есть есть несколько диапазонов. Выбирайте, когда, какой вам лучше использовать. За свои деньги очень неплохая игровая клавиатура. Поэтому, в принципе, рекомендую. Если захотите вдруг приобрести, ссылка будет в описании под этим роликом. Ну, а мы, пожалуй, будем прощаться. С вами был Брэйн. Увидимся в новых интересных обзорах. Всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова